приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами про интервью с операционным директором мира танков коротко еще вставлю для тех у кого там воды много если вам не нужна в видосах вода или мое мнение неинтересно я во первых не понимаю что вы тут делаете откройте интервью на канале мир танков его и смотрите там у вас нету дополнений просто вопрос-ответ либо откройте текстовый вариант в контакте там или в телеге здесь будет очень много моих дополнений и моего мнения видео называется будущее мир танков спрашивали отвечаем на мой взгляд это видео нужно назвать спрашивали вырезаем поскольку важных для игроков вопросов там почти нет то что игроки постоянно спрашивают в этом видео там такого почти нет вообще а те вопросы которые затрагиваются и там есть какие-то неудобные темы или те самые интересные моменты которые интересуют игроков их так ненавязчиво обтекают стороной и в итоге все равно про них не поговорили видео было записано там часа на четыре из которого три часа вырезали к тому же еще и после этого интервью через какое-то время еще какие-то кусочки до записывали там уже из каких-то домашних там условий в итоге это получилось просто ужасное интервью с темы на тему по-быстрому перескакивают и толком ни на какой вопрос долго не отвечают ужасное очень ужасное интервью прошлое интервью с эвил грани мне тоже не понравилось на мой взгляд формат вот таких вот интервью абсолютно провальные я бы на месте разработчиков вообще как минимум не участвовал бы в таком а как максимум лучше бы вообще такое не делал это полный отстой кто-то наверное может сказать что вспышка плохие вопросы задавал или еще типа отчета такого но мы даже не знаем что он задавал если там 70 процентов интервью вырезали это первое второе но если этот операционный директор если он давал эти ответы он же наверное ну знал что он отвечает что можно вредя что нельзя что в итоге потом кто-то на вырезал там почти все как так происходит вообще операционный директор они там разъясняют это тот человек через которого все движухи в игре проходят опросики поддержка пользователь портал форум социальные сети реклама мероприятия то есть вот это вся чепухня которая добавляется в игру вся через него проходит вот эти вот я так понимаю все косяки в каких-то ивентах акциях и акциях это все на его руках то есть вот эти вот душные какие-то там движухи на масленицу аукционы дурацкие караваны и так далее вот это вся вот фигня душные коробки потом супер классные коробки за серебро это все я так понимаю проходит через него вот этот вот режим ранговые бои то на семерках то еще где-то полный отстой но там дальше в общем сейчас пойдем по порядку тут я нашел какую-то стенограмму выписок главных вопросов то есть мало того что там вырезали так 70 процентов сейчас я еще буду из вырезанного главное читать и попутно вспоминать что этом посмотрел в этом видосе и выскажу свое мнение но вы уже поняли что ничего хорошего в этом интервью не было кроме одного то что он упомянул что идет работа с контрибьюторами с блогерами до работа идет с ними большая многие микроканалы воскресились и хоть какую-то в них жизнь вдохнули это да больше ничего положительного в принципе я не вижу в этом всем интервью поехали будет ли возможность переключаться между ангарами вопросик вот такой хотим дать возможность игрокам выбирать ангар также в планах добавить кастомизацию ангара чтобы он стал более персональным в пример там в видосе приводилось то что там на новый год в ангаре собака с какими-то игрушками было видимо что-то там хотят добавить но на мой взгляд уже давно не хватает какого-то своего личного убежища или что-то по типу укрепрайона поскольку нафига то добавили укрепрайон в кланы в которых почти никто не играет а лично персонального у игрока такого что-то нет чем он может позаниматься что-то попрокачивать по улучшать чтобы на какие-то плюшки давала такой фигни нет хотя во многих играх что-то такое можно кастомизировать улучшать хоть чем-то заниматься именно чем-то своим что-то свое там развивать но картоха почему-то это стороной обошла хотя это очень интересная тема но в любом случае можно модпак вон про танки установить там этих ангаров куча и устанавливаю какой хочешь но разработчикам надо там какую-то новую систему разработать видите ли клиент игры не рассчитан на смену ангаров а моды почему-то рассчитаны когда ждать лбз 30 лбз 30 важная задача на текущий год релиз 24 25 год нет нет не добавить почему вышло плохое конструкторское бюро с су-122 в в кб все было максимально плохо за это стыдно да больше такого не будет выводы сделаны вот это вот один из конченнейших ответов за все интервью если танк плохой на сайте ки были написаны одни параметры в итоге вышло непонятно что прицел разлетается после выстрела на пол экрана блогеры на тесте там точнее в рандоме с нефинальными ттх стриме лета танком вообще имба бешеная была в итоге до релиза докатилась какой-то корыто дырявое в итоге самый дорогой танк за конструкторское бюро самый конченый да на нем можно играть иногда что-то показывать но какой же он душный и вместо того чтобы как-то воскресить танк дать ему какую-то приятность в игре просто сделали выводы в 1 вопрос на этот забили и дальше поехали а исправлять это все кто будет самый дорогой танк обосрались выводы сделаны обалденный вообще чел как он вообще может быть разработчиком если он просто ну обосрались обосрались и знаете какие выводы не сделали они теперь не дают блогерам видимо танки потому что последние танки которые в игру добавляют они мимо блогеров сами потестили скрытно там их теперь вот неожиданно добавляют там то одни танчики то другие а блогеры их не видели своей аудитории не показывали поскольку там будут не финальный ттх до релиза выйдет непонятно что и чтобы люди не видели какие-то хорошие параметры а сразу увидели танк на релизе и не и не было какого-то обмана типа если ты цифры не видишь что и нормально обмана никакого нет гениально просто и не не исправление никакого-то адекватного вывода я здесь не вижу просто решили все это делать не показывая всему народу там у себя протестят и все и нормально ттх можно даже на сайте в принципе не писать просто там можете даже в ангаре вскрыть так еще лучше будет тогда точно никто не поймет что за дерьмо он купил также еще вопрос почему поменяли лампочку я не буду читать ответ вообще насрать что там за ответ самое главное что интересовало игроков этот на кой хрен добавили на общий тест видимые блайнды ведь это практически читы у людей просто вообще паника как это было все игра умирает читы в руб добавляет все капец на это вообще не было никакого не вопроса не ответа это наверное вырезали или вы может быть вообще этого не было просто обошли стороной неудобный вопрос зато про какую-то тухлую лампочку тут размусоливали на хрена вообще впервые очевидно что это упрощение для того чтобы игра была для под пиваса в самый раз чтобы он точно знал что вот лампочка светится я я в свету раньше нужно было быть каким-то экспертом чуть ли не будущее читать чтобы понять что ты реально светишься или не светишься светился нет светился потому что ты должен был это понять сам по своему опыту игры где находится чел в каком кусту на каком расстоянии где стандартные кусты где часто кто-то стоит не стоит надо было реально разбираться в игре сейчас можно быть полным болваном и знать светишься ты или нет но главное зачем тестировали видимые блайнды какова вообще задумка была для чего этого вообще про это разговора не было интервью просто гениальное следующее что с онлайном онлайн 300 тысяч это много танки в россии и беларуси перестали падать куда падать при беге спотыкаться ли что каково сейчас состояние онлайна с точки зрения постоянно играющих возвращающихся и новых игроков постоянно играющих в игре 2 миллиона человек есть игроки периодически возвращающиеся их несколько сотен порядка 400 и больше ста тысяч новых игроков ежемесячно приходят в танки это просто я не знаю откуда эти цифры берутся также как и онлайн и киберспортивных трансляций откуда они там эти миллионы миллиардов берут я вообще не знаю не я понимаю что каждый день 200 300 тысяч человек хотя онлайн открываешь вот сейчас 15 09 я записываю видос открываю сайт где показывается онлайн мир танков 153 тысячи онлайн прошлый раз я смотрел это интервью открыл тоже было 150 тысяч сейчас выходной суббота но может к вечеру будет чуть больше но где там 300 ну не знаю к лету всегда онлайн падает дай бог на новый год 300 будет до каждый день 300 кто-то из них заходит кто-то выходит где-то там может быть 2 миллиона за месяц набежит кто-то может раз в месяц заходит кто-то 2 но где там 100 тысяч новичков фиг знает вот это вот гениальная акция возвращение игроков в игру если ты не играл 100 дней то тебе танчик дают очень сильно обесценивает во первых танки какие туда засунули сильные легендарные старые там люди получали их а теперь их просто дают за то что ты не играл так и за что дают ты не играл и играл 100 боев что это за такой старый игрок у которого 100 боев офигеть они вернули кого бота вернули или вернули что твинка 100 боев это какой-то старый игрок я понимаю там 10000 боев 20 30 40 100 боев это просто вот за два дня сыграл как попала ногой игра и все вот это старый игрок который пару дней играл в игру обалдеть то же самое вот эти киберспортивные турниры с какого-то там контакта миллион миллиардов зрителей придумывают хотя на трансляцию приходишь там пару тысяч которые пришли бонус кодик посмотреть вот у левший открываешь турнир там реально вот столько-то зрителей их реально больше чем у лесты на их турнирах а если посмотреть еще какую-нибудь другую игру где на турнирах сотни тысяч онлайн вот это там где есть чем похвалиться цифрами а тут я вообще не знаю я бы просто даже не вспоминал да в целом игра популярный онлайн большой да но блин просто на фоне всех остальных ситуаций в игре это как разработчики теряют репутацию свою все остальные вопросы смотрятся не так выигрышно если бы они при хорошей репутации так отвечали то вопросов бы никаких не было а так это все смотрится ну такое про 9 мая это один из главнейших наших праздников один из главнейших моментов в памяти мы будем продолжать ну это хорошо тут нечего добавить вот получается два момента про контрибьюторов и про 9 мая здесь можно сказать что вопросы ответы удовлетворительные ранний доступ что это такое как можно так анонсировать новая игровая механика наши игроки смогут за счет дополнительной игровой активности получить доступ какой-то определенной новой ветки или техники чуть раньше если они прокачаются быстрее то у них будет еще дополнительная прогрессия дополнительно поиграть чтобы получить дополнительные плюшки будет доступна всем выйдет в обновлении 127 поиграть дополнительно чтобы дополнительно поиграть чтобы дополнительно поиграть понял поскольку это выписки главного то там видосе еще сказано о том что смогут абсолютно все получить и даже те кто не успевать будут смогут дополнительно как-то получить эти танчики Ой, а как же дополнительно? Ну, наверное, сотни тысяч золота надо будет вбахать. Этот же весь ранний доступ делается для того, чтобы вытянуть ресурсы из самых богатых игроков, чтобы они там 1200 золота впихнули, чтобы покатать на супер токсичных, имбовых, нереально душных, портящих игру фугасных барабанах, которые за 3 секунды танк одноклассника убивают. Про это вообще ни слова, что это фугасницы китайские. Говорили, что они с ними там обосрались, все плохо, они токсичны, убивают игру, там имба, все фигня. Прошло время, они целую ветку такую добавляют, еще и с механикой высасывания кучи ресурсов для богатых игроков, у которых нет времени, но они вбахают кучу бабла и получат эту ветку пораньше. Обалдеть. Но возможность есть у всех. Ты просто задания выполни за полгода. Там же, наверное, задания будут очень простые, по-любому. Честно говоря, не знаю, там пока на тесте затычки вместо заданий, посмотрим, какие там на самом деле будут задания. Пока что еще рано об этом говорить, но я сомневаюсь, что они будут простые. Ведь если они будут простые, то они слабо будут вытягивать золото. И даже если пропустить этот момент с высасыванием золота у богатых игроков, все равно эти танки сами по себе токсичные. Хоть как бы ты получал эти танки, хоть бесплатно их раздайте, хоть платно, хоть прокачкой, хоть как угодно, этот танк за 3 секунды имеет вполне реальную возможность убить танк одноклассника. Даже если он один раз не пробьет, у него два снаряда в барабане на каждом уровне, то один снаряд носит пол хп. Да, там фугасом пробитие, конечно, не прям какое-то обалдеть большое, но его достаточно, чтобы пробивать в уязимой зоне. Пушки кривоватые, но иногда, когда игра захочет, снаряд летит в середину. И никто не решает, ни соперник, ни ты на этом танке, пробьешь ты или не пробьешь. Ты просто наведешься, нажмешь кнопку, если игра захочет, челик просто пропадет за 3 секунды. Нафига это надо? Вот у нас есть БЗ-176. Представьте, барабанный БЗ-176 с УВН-10 градусов, с какой-то там броней, как у тяжей. Единственное, что там нету турбо ускорителей вот этих ракетных, но зато есть барабан. То есть БЗ-176 без ракетных ускорителей, но с барабаном. Гениально, просто гениально. По броне там сложно сказать, насколько они будут хороши. Какая-то лобовая броня там есть, но коллижен моделек я пока еще не видел. Единственное, что понятно, что там большой дырявый НЛД. Но 10 градусов УВН и утяжа с фугасницей и барабан на 2 снаряда. Это жесть. И про это не слово. Это же ультра токсичная срань. А после того, как закончится ранний доступ, эту хрень добавят просто на постоянку в прокачку. И любой Петрович сможет прокачать это, выехать в рандом, просто куда попало 2 раза от башни бахнуть с барабана и получить фан или не фан. Который зависит от игры, которая либо захочет пробить, либо нет. Все. А если захочет, то просто танк исчезнет. После чего он там секунд на 30 уйдет на КД, и его могут просто задавить и тоже быстро убить. Это просто нереально сильно ускорит бои. Нахрена? Про это не слово вообще в интервью. Это же самое главное. Нахрена это интервью тогда надо? Это полный отстой. Что ты можешь нам рассказать про 2024 год и премиум магазин? Будет новое что-то появляться. Будут новые ивенты, новые коробочки. Мне кажется, всем нравится открывать коробочки. Важно здесь не допускать лудоманства. Какая защита от этого? У нас для этого есть гарант. В конечный момент времени ты все равно достаешь все. Гарантированный танк. Бабаха попала в боновый магазин одновременно с Вафлей. По случайному совпадению. Тут короче намешали все в кучу. Оказывается гарантированный танчик. Это у нас защита от лудоманов. Которые любят открывать до талого коробки. Пока у них там, не знаю, все имущество в жизни не закончится. А Вафентрагер золотой, это тоже защита от лудоманов? Когда ты тысячами коробки открываешь, а золотой Вафентрагер тебе только снится. Офигенная защита. Коробочки мы любим открывать. Когда они за серебро, да, согласен, это прикольно. Остальные коробки, ну, душноватые. Ну, последнее время коробки все лучше и лучше становятся в целом. Но не все. То есть надо там еще в них поразбираться, надо их покупать или нет. Как оцениваешь последний аукцион? Расскажи об этом. Последним аукционом с точки зрения оперирования категорически недоволен. У нас с аукционом пока не получилось создать фактор ожидания, который важнее, чем сам праздник. Хочется создать вокруг этой активности что-то такое, чтобы вы, чтобы это вызывало эмоции. То есть они хотят продавать то же дерьмо, но чтобы мы его ждали. Класс. Ну, караван это просто хрень была полная. Да и аукционы большинству тоже дебильные. И вот на фоне этого интервью они запускают аукцион на Карачуна. Где Карачунову там просто кот наплакал, чтобы что. Вот этот аукцион точно будет классный. Обалдеть. Хотелось бы услышать твое мнение про поводу двух сборочных цехов. И сравнить первый сборочный цех с огнеметкой и второй с танком ТСТ. Сборочные цехи еще точно будут. Первый сборочный цех был прикольней, потому что он был новый. Он вызывал новые эмоции и собирали огнеметный танк. Который тоже по сути новая механика. Он был классный во всем. Второй же не стал праздником. Хочется развивать события еще дальше, чтобы игрок не просто коллекционировал себе машину оттуда, а продолжал играть в это обновление дальше. Во втором сборочном цехе этого не получилось сделать, но мы увидели, что в этом есть необходимость. А для этого игра должна быть нормальная. А не то, что вы активностью подталкиваете игроков поиграть, а когда она заканчивается, игра нахрен не надо. Вот люди сидят в боевой пропуск, пытаются всеми силами дожать до конца, чтобы потом просто ливнуть. Или сборочный цех дойти до конца и опять же ливнуть. А потому что игра сама по себе душная и токсичная, бои супер быстрые, люди не успевают в них нормально в игру поиграть. Поскольку ВБР настолько сильно влияет, что ты за тот короткий промежуток не успеваешь наиграться в ВБР, пока там пушка все же решит, соизволит попасть. Раньше бои были долгие, и ты мог себе позволить несколько выстрелов посмотреть, как оно в землю вскопает или в небо улетит. Иногда так бывает, что это все твои выстрелы, которые ты успел. Ты приезжаешь на позицию, у тебя 10 Петровичей уже вышли. Кто куда. Слишком быстрая игра. Я понимаю, что в 2024 году контент надо потреблять быстрее, все должно быть динамичное, насыщенное, но иногда, когда оно слишком быстро и динамичное, содержание начинает улетучиваться, и его почти не остается. Какой-то предел должен быть, чтобы оно не слишком медленное было, чтобы не было скучно. Потому что в те медленные танки, которые у нас были первые несколько лет, в них бы сейчас никто не играл. Это слишком медленно и скучно стоять 15 минут, разглядывать ветки. Но и нынешние бои иногда просто думаешь, нахрен я в нем был, если он за 2 минуты кончился. Для того, чтобы бои не были помойные, нужно было гонку вооружений делать не такой душной. Не надо было добавлять голду за серебро. Не надо было танки очень сильно ускорять. Турбинами, полевой модернизацией и постоянными аппами максимальной скорости. А также делать карты абсолютно коридорными и очень маленькими. А также, когда параллельно включают какие-то дебильные режимы по типу рановых боев на семерках, которые себя и режимом, трудно назвать их вообще режимом, так и сам рандом из-за этого портится, потому что там нету основных игроков, которые постоянно играют. Из-за этого каждый бой дурка. По выходным дурдом, по праздникам дурдом. Поскольку обычно по выходным и праздникам какие-то там акции, фигакции, заходят люди, которые играют редко, начинают играть как попало. И только в будни, когда играет основной костяк игры, можно нормально поиграть. Так и когда ты приходишь поиграть только в некоторой временной активности, ты тоже давно не играл и немного что-то подзабыл, как что играть. В итоге получается, что и во время этих активностей рандом становится менее приятный. А люди в этом еще должны как-то дотерпеть эту активность до конца. И после того, как они дотерпели с трудом до конца, конечно, они хотят ливнуть и отдохнуть от игры. Они не приходят туда отдохнуть от жизни, чтобы отвлечься там от каких-то своих рутинных дел. Они наоборот потом из игры уходят, чтобы отдохнуть от игры. Потому что они через силу терпели эту активность до конца. Потому что рандом в эти моменты максимально душный. Это в других, во многих играх ты можешь зайти и в любой день с кайфом поиграть. Хоть вечером, хоть утром, хоть днем, хоть в праздник, хоть не в праздник. Есть огромное количество игр, онлайн игр и онлайн игр сервисов, как наш мир танков. Но в танки ты можешь поиграть только, когда правильно планеты в ряд встанут. Когда ты на кофейной гуще нагадаешь, нет праздника или еще чего-то. Ты не можешь зайти утром поиграть. Потому что онлайн меньше 100 тысяч, рандом кал. В праздник зайдешь, там говно. Какая-то там, не знаю, марафон-шмарафон начался. Там задание дебильный, ЛТ на урон. Тоже рандом конченый. Люди вот эту вот хрень до конца дотерпели. И, конечно, они хотят ливнуть, отдохнуть от этого. А тут, оказывается, надо поработать, чтобы люди оставались и играли после активности. Да ладно. А может, игрой надо заниматься тогда? Это в 2013 году я просто заходил играть в игру, чтобы поиграть в игру. И по 100 боев в день с кайфом играл. Без активности, без марафонов, нахрен ничего это не надо было. А сейчас людей туда силой загоняют через активности. А после этих активностей они, как выжатый лимон, бегут во все стороны. Надо поработать, надо. Про коллаборации, что ожидать в 2024-2025 году? Спойлерить не могу, связано с обязательствами перед партнерами. Будет прикольно и интересно. Очень не хочется сделать их слишком много. Мы все-таки игра про танки, а не площадка для размещения партнерских активностей. В 2024 году они точно еще будут. Но мне кажется, их вполне себе много. И как раз таки это и стало площадкой практически. Не раз в год там, а много раз за год. Ну ладно, лучше пусть будет, чем не будет. Главное, чтобы там все было в порядке с этими коллаборациями. А то, честно говоря, красный стиль, который практически ничего себе не представляет, кроме просто одного цвета. Не знаю, ну на любителя. Или озвучка, которая почему-то там некоторых не впечатляет своей реалистичностью. Но некоторые озвучки мне понравились, но не все. Как по мне, там больше проблем с самим текстом, с самими фразами, нежели прям именно с озвучкой. Мы хотя бы победили тот факт, что они перестали эти эффекты рации, эхо и остальной параши добавлять. Это уже огромный плюс к озвучке. Потому что раньше вообще не было понятно, что оно там бухтит. Теперь осталось текст нормальный, потому что некоторые фразы и озвучки, они просто не интересные, не прикольные. Часто фразы некоторые повторяются у некоторых персонажей. И вообще даже не хочется их слышать. Не у всех есть очень прикольные озвучки. Я от некоторых кайфую. Допустим, Василиса Прескверная. Это просто топ. По содержанию, по приколам это очень мне заходит. Вот в этом персонаже попали идеально. Может быть, конечно, они и должны быть разные на любителя, чтобы всем что-то понравилось. Тут, короче, такое. Киберспорт. Мы будем продолжать заниматься киберспортом для мира танков. Наша задача сделать киберспорт массовым с точки зрения возможности легкого входа. Мы хотим его обеспечить таким образом, чтобы обеспечить таким образом, чтобы у каждого был шанс побороться за кусочек славы. Я дословно прочитал, не знаю, это тут так задумано написано, или это опечатка, или он так и в видосе говорил. В общем, там задумано-задумано. На мой взгляд, киберспорт, первое, что нужно сделать, это чтобы игра соответствовала киберспорту. А то они делают киберспорт, а основа под ним гнилая. Игра, на мой взгляд, не особо геймплейно подходит к киберспорту. Здесь и некоторые механики абсолютно не киберспорт, а чисто повезло-не повезло. И баланс карт, про баланс танков молчу. На мой взгляд, игра не соответствует киберспорту. Как они его делают, ну, пускай делают. Ближайшие планы и долгий срок. Кратковременные цели. День победы, день рождения. Дальше начало высокого сезона, и там большое количество очень ожидаемых событий для аудитории. Люди просили, поэтому будем стараться сделать. Разрабы пообещали классный Новый Год и что-то еще. Ну, насколько я помню, осенью будет режим с Ваффентрагером. Где-то там они его анонсировали, какие-то там тайные сливы. Где-то там то ли в видосах, то ли на Новый Год. В общем, Ваффентрагер. Что-то там на Новый Год ангар они хотят переосмыслить по-новому. Ну, посмотрим. Последний Новый Год пустоватый ангар был в плане кастомизации. Но в целом было атмосферно и нормально. День победы уже прошел. В принципе, было много интересных движух. Это хорошо. Также ждем на день рождения, что там будет. Ну и осенью там Ваффентрагер. И обычно все движухи начинаются осенью. Я думаю, там много чего будет. Я думаю, что будут коробки на день рождения. Как в прошлом году. Надеюсь, они будут недушные. Потом у нас будет еще Ваффентрагер осенью. И там тоже будут коробки в скобочках порталы с ключами. Ну и на Новый Год опять будут коробки и какой-то переосмысленный ангар новогодний. Ну, посмотрим. Будет ли ребаланс арты? Очень хотим потрогать арту. Давно назрел этот вопрос. Точно не в этом году. Хочется потрогать стан. Возможно, вернем актуальность бронебойных снарядов. Запрос аудитории, чтобы совсем убрать арту или убрать ее стан? Нет. Такого не планируется. Если слушать этих разработчиков, это ленивость какая-то 99 уровня. Полгода назад или год назад нет. Арту трогать не будем. Точно нет. Нафиг надо. Арта в худшем состоянии. Хватит ее там трогать. Все дела. Объект 261 нельзя нерфить. А то артоводам не на чем играть будет. Татамы 9 уровня. Арта просто вносит жесть сколько урона советская. В целом арта там сплэшем бахает жестко. Плюс еще вот это оглушение на краю сплэша. Такое же, как и в центре. Это полная ахинея. И видите ли, в этом году некогда. Там же такие сложные изменения надо будет сделать. Опять бэбэшки воскрешать. Напомните мне в комментариях, сколько миллионов раз разработчики пытались воскресить бэбэшки на арте. Это у них прям какое-то мероприятие раз в несколько лет. На дни и те же грабли становиться и прыгать. И грабли называются бэбэшки на арте. Хотя в этом интервью разработчик говорил, что они на дни и те же грабли не становятся. Да, они на них просто прыгают по кд и все. Это дебильное оглушение просто всех достало. И в интервью там был такой разговор, что там скорее всю остальную арту апнут, так же как объект 261. Чем понерфят 261 и уберут оглушение. Такое ощущение, что там лучше и не трогать арту с теми какими-то мыслями, которые там разработчики озвучивают про арту. Такое ощущение, что сделают как обычно только хуже. Штурм САУ. Точно будет ветка. Начнем с советских Штурм САУ, но не сейчас. Анонсируем заранее, когда ждать, когда готовится. Ну я думаю, что это или в районе осени, или в районе весны следующего года. Или там может на новый год, где-то вот в то время, с осени до весны, когда-нибудь они их там выплюнут. Там уже какие-то картинки я когда-то видел, они похожи на какие-то гробы страшные. Ну вот очередное убивание игры. Вот этим вот Штурм САУ. Чтобы тяжелые танки просто получали пиздюлей, пока стоят в позиционке. Зачем? Ведь и так бои супер быстрые. Зачем еще и тяжа прогонять? Он и так бой не может удержать эти коридорные направления. А самое эффективное Штурм САУ в тот момент, когда как раз таки тяж стоит в позиционке. Потому что когда идет быстрая атака или быстрый деф, ну в смысле одна команда куда-то несется, тогда Штурм САУ не успевает. Ей наоборот таки, как бой только задержался, она стоит в стоячий танк стреляет. У нее там медленно летит снаряд, близкое расстояние. Как только одна команда имеет преимущество в канавных картах, она сразу же сносит другую команду и Штурм САУ не успевает вообще ничего поделать. То есть те бои, которые задерживаются хоть на сколько-то, они наоборот будут уменьшаться из-за Штурм САУ. Насколько непонятно, но нахрен оно надо, тоже не знаю. Это как будто бы это вообще противоположное. Что-то, что точно не нужно игре. Но оно точно будет. Класс. Такая же параша, как и огнеметы. Зачем? Не понимаю. Планы на топографию. Это была попытка научить игроков или это, что это вообще было? Эта история была вдохновлена танковым биатлоном. Мы протестировали, попробовали, не увидели живого отклика, чтобы повторять. Собрали данные, вдохновились, понимаем, что нужно делать что-то более серьезное. Когда-то давно был прекрасный такой вот мини режим. Вон киночаффи. Вон бери готовое, оно всем зашло, с кайфом люди играли. Если туда еще какую-то стрельбу по мишеням добавить или еще какую-то фигню, можно либо улучшить, либо испортить. И футбол когда-то был, и какие-то там на луне шаротанки 360 ИС. Много чего прикольного было, но разработчики лепят ранговые бои на семерках. Что по картам? Мы очень хотим сделать в этом году две новые карты. И они также говорили, что они их уже где-то анонсировали там или упоминали. Кто-то может догадаться, что это за карты. Ну по последней карте Сталинград, понятно, что эти карты особо-то и не хочется ждать. Раньше был режим разведка боем, там было очень много прикольных карт. Моя любимая карта Воздушная гавань. Просто обалденная карта. Это единственная практически моя любимая карта в игре, но ее нет. Ее зачем-то переделали, сделали хуже. Она стала обычной помойкой. И все равно ее в игру не добавляют. Зато какую-то конченую заставу и Сталинград добавили. Сталинград, на мой взгляд, там полкарты надо абсолютно полностью переделать. Карта ужасная. Застава это что-то абсолютно примитивная карта. Играется через раз. И это оказывается еще и лучшая карта за разведку боем. На мой взгляд, она ничего себе особо не представляет. Такое что-то, ни туда, ни сюда. А вот Воздушная гавань, это просто было офигеть, какая классная карта. И даже ее умудрились похоронить. Еще у нас есть Устричный залив, карта из разведки боем. Она, в принципе, более-менее на тяжа играется. На остальных классах техники ее играть особо не хочется. Да и на тяжах не всегда получается. Тоже такая 50 на 50. Но лучше некоторых самых конченных карт. Вот в целом мы имеем, что 43 карты в игре. А зачем добавлять еще, если половина из этих карт просто конченые. А некоторые там штук 10 я бы вообще сразу удалил. Не понимаю, зачем столько карт, если мы на повторе играем 5 карт. Чтобы откатать все карты, там чуть ли не 1000 боев надо скатать. Чтобы еще и на каждый рез попасть. Но это, короче, жесть какая-то. О чем ты, как глава паблишинга, хочешь попросить игроков? Ребята, очень бы хотелось, чтобы вы поменьше стеснялись, что вы играете в танки. И все-таки больше рассказывали о том, что здесь есть хорошего. Нас можно продолжать ругать, много ругать. А вот своим друзьям, которых вы благодаря этому можете вернуть в игру, стоило бы рассказать про хорошие вещи, которые у нас проходят. Стоило бы про это чуть больше и чуть смелее рассказывать друзьям. Но мне кажется, тут репутацию разработчики свою занизили уже, я не знаю куда. Особенно такими конченными интервью. Где все понавырезано. И те ответы, которые были, они еще сильнее портят эту самую репутацию. После этих всех дебильных ивентов, или каких-то акций, или тот же самый сборочный цех, где жестко обосрались и исправлять его не хотят этот обсер. Как-то тяжело кого-то сюда звать. Также еще некоторые моменты здесь, в этой стенограмме, главных вопросов я не увидел. Про ранговые бои на семерках. Разработчик ответил, что в ранговых боях на семерках не хватает, наверное, нового какого-то названия. А то, что режим конченый шлак, можно не отвечать. Они быстренько и проехали этот вопрос. Шевроны снимаются только у последнего проигравшего и все. Все, кто победили, получают шеврон. В итоге эта система заставляет тебя просто поехал по центру, за 2 секунды слился, получил, не получил шеврон и дальше поехал. Поскольку потерять его супер сложно. Это просто отстой. Награды там отстой. Карты никак не подготовлены. Сам режим ни о чем. Зачем-то он там на семерках играется, то еще на каких-то уровнях. Полная фигня. Вот режим натиск, он там проработан много этапов того, чтобы он игрался активно, бодро, интересно. Там и награды хорошие, и магазин туда добавляют и так далее. Ранговые бои это какой-то просто мусор. То ли это какой-то мини натиск, то ли это какой-то мини ранги, то ли мини дерьмо какое-то. Там вообще ни хрена нет. Это просто отстой. При этом, когда его включают, часть игроков уходит в него поиграть и рандом становится конченый. Зачем они его включают, я не знаю. Лучше бы вообще не включали, это просто фигня полная. Но разработчик говорит, что названия там не хватает. А там режима в целом не хватает. Там ничего в нем нет. Также еще здесь в этой стенограмме нету про то, что разработчик рассказывал. Они стали там добрее в том моменте, что золото стало дешевле, а акций стало больше. Да, согласен, акций офигеть как много. Но это же просто работает на удержание аудитории. Чтобы они что-то там где-то фармили, хоть что-то там, хоть кто-то играл, хоть кто-то оставался. Вот эта дебильная акция по возвращению легендарных старых игроков, у которых 100 боев, просто вау. 100 боев, вот это старичок игры. Вернули, не потеряли такого ценного игрока. Круто. А то, что сделали золото дешевле, так это же просто элементарно. Чем больше мелких покупок, тем больше доход. Ведь основной доход приносят те самые маленькие транзакции. И чем меньше у тебя стоимость, тем больше вероятность, что игрок хоть что-то дозадонатит. А так бы он не задонатил вообще ничего. Это же очевидно. И где они тут стали добрее, если это просто направлено на то, чтобы больше фармить бабок. Ведь сами разработчики, не эти, а другие прошлые, рассказывали, что маленькие транзакции приносят больше всего бабла. По переводу там свободочки, по снятию оборудования и все остальное. Короче, добрее они стали. Конечно, когда у тебя денег становится больше, морда становится шире, вот ты становишься добрее. Очевидно, все раскрыто. В общем, выводы по интервью. Разработчики поработали над тем, чтобы фармить бабки еще больше, уменьшив цену золоту. Поскольку даже самый нищий танкист иногда может себе позволить хоть что-нибудь докупить. Хотя бы самую мелкую какую-нибудь фигнюшку. Также разработчики поработали над тем, чтобы еще пофармить бабки самых богатых танкистов. Введя вот этот вот режим раннего доступа. Где нужно будет очень много золота, чтобы не проходя задания получить танки в раннем доступе. Вот эти вот имбы китайские с барабанными фугасными. То есть разработчики поработали, чтобы и на низу пофармить бабки и сверху тоже собрать. Также сделали выводы, что если цифры ТТХ танков не показывать лишний раз, то лишний раз не обосрешься. Ну а также они еще планируют или что-то там думают. Как бы так на аукционах впаривать то же самое дерьмо, но чтобы это было интересно, заинтересовать. Ну по крайней мере я так услышал из тех слов, которые там вот в интервью были. Также абсолютное игнорирование исправления ошибок и косяков в том же самом конструкторском бюро. И судя по интервью, абсолютное непонимание игроков. За что они переживают, что для них самое главное. Либо наоборот они понимают и поэтому и обошли все какие-то острые вопросы. Только походили там где им удобно, все остальное нахрен вырезали. Все. После этого разработчики, которые работают с контрибьюторами, иногда спрашивают на чьей вы стороне. Когда там игроков под пивасами называете или еще кем-то. А разработчики на чьей стороне. Тоже интересно было, хотелось бы узнать. А то игроки должны завлекать своих друзей сюда. Контрибьюторы должны красиво рассказывать. А игра для киберспорта не должна подготовиться. А разработчики тоже ничего не хотят там поделать, не? Единственное за что можно похвалить разработчиков, это то, что они начали работать и очень хорошо с контрибьюторами. Грубо говоря, воскресили средние каналы и маленькие. Также еще разработчики работают над нашими праздниками, с нашими героями. Ну а с другими у них и нет возможности работать. Им пришлось в любом случае, хотели они или не хотели. Другого у них и нет. Но они с ними работают, поэтому хорошо, молодцы. Некоторые коробки тоже были вполне себе добрые. Разработчики же подобрели, акции тоже навалом. Активности и движух тоже много. Но вот некоторые моменты очень душные. То, как происходит ребаланс танков. В каком состоянии баланс карт, балансировщик. Токсичность арты невероятно высока. На шестых уровнях и на десятых это вообще просто прям какое-то токсичное радиационное пятно. Есть и за что похвалить, есть и за что поругать. Хорошо, что хоть за что-то они там говорят и даже разрешили критиковать их. Но в любом случае критиковали, даже если бы не разрешали. Что-то происходит, какие-то движухи. Это в любом случае лучше, чем вообще ничего. Но некоторые моменты, если игроки продолжат наворачивать то же самое дерьмо. И еще и добавки просить. Они вряд ли изменятся в лучшую сторону. Иначе зачем улучшать процесс, если и при такой работе, и такой товар. Все равно наворачивают с офигенным таким аппетитом. Сами согласитесь, это так и есть. В общем интервью просто бешеное. Это мы увидели только то, что не вырезали. И мне уже хватило, чтобы репутация разработчиков возвысилась просто так высоко, что я даже не вижу где это. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Я радик красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.